МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск информационно-аналитической авторской программы «Считаю важным» будет посвящен сразу двум темам. Ну, дело в том, что 2017 год объявлен Годом молодежи в Республике Саха-Якутия и Годом экологии в Российской Федерации. Ну, и я посчитал важным уделить внимание сразу этим обеим темам, сразу двум. В общем, как говорится, два года в одном эфире. Сначала в первой половине программы поговорим о молодежи и встретимся с нею. А во второй половине королевой эфира станет ее величество экология. Но не в общем экология, а конкретная экология, разработки и логистики тамтольского месторождения редкоземельных металлов, мифы и реальность. А пока я представляю первого гостя. Это министр по делам молодежи и семейной политики Республики Саха-Якутия Афанасий Семенович Владимиров. Афанасий Семенович, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Телефон нашего прямого эфира. 42-14-39. Мы всегда рады общению с вами. Афанасий Семенович, завершился 16-й год, наступил 17-й год молодежи. Давайте так принято, так, в общем, это бонтон такой, хороший тон. Подведем итоги ушедшего, прошедшего 16-го года. Да, действительно, 16-й год у нас прошел очень насыщенно. И отрадно, что молодежь Якутии не стояла в стороне от всех событий, которые происходили у нас на территории Якутии. Ну и за пределами. Мы в 16-м году отметили 95-летие создания молодежного движения в Якутии и 25-летие создания органа исполнительной власти, которые как раз регулируют молодежную политику. В рамках вот этих юбилейных дат все события, как говорится, приурочивались к этим датам. Надо отметить, что молодежь активно участвовала в организации, в проведении и в соревнованиях шестых международных спортивных игр детязей. Ну а наше министерство было ответственно за подготовку волонтерского корпуса. Мы его сформировали в количестве 2000 молодых ребят, которые очень организованно и качественно сделали свое дело. Наши гости были удивлены уровнем компетенции наших волонтеров. Ну и в целом на всех площадках, которые были во время проведения игр, они справились со своей работой блестяще. И пятеро из них, имея опыт уже проведения международных спортивных игр детязей, приняли участие на Олимпиаде в Рео-де-Жанейро в качестве волонтеров. Это первое. Второе. Мы все свои запланированные мероприятия, все задачи в 2016 году выполнили. Одним из знаковых событий прошлого года является третий съезд молодежных общественных организаций. Делегаты рассмотрели очень знаковые проекты нормативно-правых документов, которые помогут нам в будущем как в содержательной работе, так и в организации. А вот я всегда хочу спросить у собеседников, когда говорится, что третий съезд молодежи, а практическое значение этого съезда? К нам приехали делегаты, представители муниципальных районов и представители общественных организаций. У нас сейчас порядка 700 молодежных общественных организаций. И в основном из всех этих общественных организаций были делегаты. И ведь услышать мнение общественника, это сегодня очень важно. Да. И тем более, когда разрабатываются достаточно судьбоносные такие документы для Якутии. Мы обсудили стратегию молодежной политики до 30-го года, с горизонта вида 50-го. Мы обсудили проекты законов вместе с ними, закон о добровольчестве, закон о едином детском движении. Сейчас они проходят процедуру согласования в министерских ведомствах. Мы рассмотрели концепцию патриотического воспитания молодежи. Это очень важные документы, которые закладывают основу для дальнейшей нашей совместной работы. Поэтому делегаты очень хорошо и плодотворно поработали. Съезд посетил Егор Афанасьевич Парисов. И на этом же съезде было озвучено о том, что мы в 2017 году объявим год молодежи в республиках Якутия. Сейчас перейдем к мероприятиям 2017 года. А пока, Афанасья Семенович, у нас есть звонок от зрителей. Будьте добры, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос к гостю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такого характера. В этом году будете возрастаться газетам о молодежи в Пути? Мы его просто довольно потеряли. Такой вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, действительно, в этом году мы начали вновь издавать газету «Молодежь Якутии». Уже первые номера вышли. В прошлом году в связи со сложными финансовыми положениями учредителей газета приостановила свое действие, выпуск. Ну и сейчас, в год молодежи, мы эту газету начали издавать совместно с медиагруппой «Сетим». Возрождать. Да, возродили и издаем. Это, кстати, очень хороший вопрос. Давайте к событиям 17-го. Помимо издания газеты, что в 17-м году? Значит, все те наработки, которые были, проекты, идеи, наработаны нашими предыдущими коллегами, они сохраняются и развиваются. У нас ранее был молодежно-образовательный форум «Сахасилигер». Сейчас мы его в новом формате проводим как дальневосточный молодежно-образовательный форум «Синергия Севера». То есть объединение усилий для достижения хороших наших соответствующих поставленных целей по формированию хорошего, грамотного поколения. В этом году он пройдет также на площадке территории Хангаласского улуса, в Артодайду. И я думаю, что актуальность тех направлений, которые мы будем проводить, это и год экологии. У нас будет отдельное направление по экологии. Очень бурно развиваются информационные технологии, поэтому у нас будет отдельная площадка IT. Мы опять же будем развивать такое направление, как «Я инженер». Это одноименный конкурс мы проводим. Он, кстати, в 16-м году был дальневосточным. И в конкурсе участвовали представители Амурской и Хабаровской. Но в этом году, я понимаю, это уже дальневосточный. Да, положение утверждено, и он тоже дальневосточный. Я думаю, активность наших молодых инженеров с Дальнего Востока будет выше. И тем, наверное, приятнее победителю Василию Шишигину из компании «Якутс Энерго», который стал победителем в такой достаточно конкурентной, хорошей, равной борьбе. А когда «Синергия Севера»? «Синергия Севера» в июле месяце. В 2017 году это наши республиканские мероприятия. И одно из знаковых, конечно же, пройдет в городе Мирном. Традиционный эсэр молодежи. Он совершенствуется. Допустим, в прошлом году в Амге мы впервые провели конкурс молодых кузнецов. Если в 2016 году мы проводили его вне зачета, этот конкурс, то в 2017 году уже будет зачетный. Афанасий, давайте еще один звонок прием. Давайте. Будьте добры, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. И ваш вопрос к гостю. Алло. Да, мы слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Только представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. И вот такой вопрос. Я ответил, что я сказал. И вопрос такой. Министр по молодежи и семейной политике. Почему у нас в Якутии молодым семьям не раздают семейные участки? Бесплатно. Когда как раздают при езде? Да. Вот такой вопрос. Спасибо вам за вопрос. Есть актуальные, но здесь не стоит говорить о том, что приезжим или кому-то раздают. Есть земельный кодекс, согласно которого земля предоставляется под индивидуальное жилищное строительство. Сегодня бесплатно участки по ДЖС даются многодетным семьям. Многодетным семьям у нас относятся семьи, которых трое и более детей. Молодые граждане могут участвовать на уровне тех законов, которые у нас есть. Ну хорошо, Афанасий Семенович, это понятно, собственно говоря. Но нужно отметить, что молодым семьям в этом году у нас финансирование увеличено. И мы, если в 2016 году где-то 350 семей у нас получили поддержку, улучшение жилищных условий, то в 2017 году у нас где-то 900 с лишним семей должны получить финансовую поддержку, улучшение своих жилищных условий. Уже немного времени, поэтому вкратце. Намечены ли какие-то выездные мероприятия, выезды молодежных организаций в этом году на всероссийском. Из событий надо отметить, что у нас впервые в республике в канун 50-летия создания строительных отрядов студенческих у нас в Якутии мы проведем всероссийский слет студенческих строительных отрядов. Когда? В октябре месяц. В октябре. К нам приедут представители этой общественной организации всероссийской со всей России. Это первое. Второе. Мы готовимся участвовать в 19-м фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи. И наша делегация будет представлена достаточно обширно. 145 человек мы планируем направить, 45 волонтеров и 100 – это официальная делегация. Это очень такой интересный форум будет. В нем будут принимать участие более 20 тысяч молодежи из 150 стран. Поэтому мы уже начали отбор и у нас комитет работает. Ну вот очень важно, что вы упомянули студенческие отряды. У нас приготовлен ролик. Дело в том, что мы будем говорить в следующей части, в следующем блоке нашей программы с руководителями Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». И не только с ним, но с ним в частности. Поэтому давайте посмотрим видеоролик, посвященный студенческим отрядам. Я вам сейчас вопрос задам. Афанасий Семенович, вот скажите, пожалуйста, вот пусть это будет иллюстрацией на фоне нашего разговора, мы в эфире. Я вас хочу спросить, каждый человек ведь когда-то был молодым. Вы участвовали в студенческих стройотрядах тогда, в советское время? Да, два сезона мне пришлось в студенческие годы поработать. Один сезон в строительных отрядах, а второй сезон в педагогических отрядах, в пионерских лагерях тогда. Поэтому студенческие отряды в моей истории тоже есть. Моя супруга тоже работала. Есть ли кардинальные какие-то отличия между теми стройотрядами и сегодняшними студенческими? Я думаю, что в плане молодежного задора и возраста отличий нет. В плане заработка? В плане заработка есть. Сегодня работодатели не всегда идут охотно нанимать студенческие отряды для выполнения своих работ. Потому что это временные работы и они приходят только в летний период. В этом плане есть сложности. Потому что в большей степени сегодня эта организация уже на уровне наших высших учебных заведений, на уровне штабов, которые создаются при высших учебных заведениях и на уровне нашего республиканского штаба. Время, время, Афанасий Семенович, пролетело незаметно. Меньше минуты. Ваше пожелание? Я предлагаю в год молодежи нашей молодежи Якутии быть активными. Сегодня время достаточно насыщенное. Информации много. И я думаю, что событий много. Поэтому в год молодежи призываю всех участвовать в наших мероприятиях очень активно. И быть действительно в периодовой прослойке нашего общества. Быть движущей силой нашей республики. Ну, молодежь, по-вашему, является движущей силой вот сейчас? Да. Сегодня это действительно самая такая передовая, движущая, прогрессивная. Мы уходим на рекламу. Увидимся через пару минут буквально. Не прощаемся. Вновь в эфире программа «Считаю важным». У нас поменялись в студии гости. Представляю вам новых гостей. Николай Тарасов, руководитель Якутского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Николай, приветствую вас. Добрый вечер. Анастасия Габышева, директор Центра по работе с волонтерами Республики Сахай. Здравствуйте. Анастасия, приветствую. Николай, давайте с вами продолжим разговор, собственно говоря, о молодежи, о молодежной политике, в частности, о студенческих отрядах. Мы только что видели видеоролик, собственно говоря, посвященный стройотрядам. По каким направлениям работают стройотряды Якутского регионального отделения? Ну, у нас несколько направлений. Самые основные – это строительные отряды. Ну, как строительные, понятно, как всегда. Они занимаются благоустройством территории, строят дома, строят учреждения, школы, больницы, коровники. Еще направления какие? Также есть сохозяйственные отряды, сельские отряды, можно сказать, которые работают конкретно по муниципальному образованию. Они занимаются благоустройством сел. И есть профильные отряды. Профильные отряды – это у нас, они работают на базе Северо-Сочиного федерального университета. То есть студенты по своей специальности работают вот в таких, как можно сказать, специфических отрядах. То есть, допустим, медики, они работают в медицинских отрядах Эскулаб, Гигиенист, Улыбка. Эскулаб, допустим, они предлагают первую медицинскую помощь для студентов, Гигиенисты, они проводят анализы середины. А как они предлагают первую медицинскую помощь для студентов? Они работают в течение года, то есть в каждом общежитии нашего университета есть представители вот этого отряда. И в случае каких-то таких непредвиденных ситуаций по здоровью. Эти ребята могут оказать первую помощь, насколько я понимаю, да? Да, оказать первую медицинскую помощь. Ну и, конечно же, это опыт для будущих специалистов. Естественно. Да. Анастасия, а волонтеры где работают? Ну, наш центр работает по двум направлениям. Вообще волонтерская деятельность, она универсальная. Успехов, по-моему. Может развиваться во всех сферах деятельности, в любой области. Но наш центр именно развивает две направления. Это социальное и спортивное волонтерство. По социальному волонтерству наши ребята, добровольцы, организовывают, помогают различным социально не защищенным слоям населения, социальным учреждениям. Вот у нас недавно прошла акция, и она еще проходит. Наши добровольцы оказывают адресную помощь именно людям пожилого возраста, которые сейчас на данный момент являются одинокими. Да. Одинокими. То есть непосредственно делают уборку генеральную, да? Элементарно вносят мусор, покупают медикаменты необходимые. Это очень нужный, востребованный, значимый и благородный, я бы сказал, труд. Это точно. Да. И спортивное волонтерство, оно, конечно же, для ребят более интересное. Это помощь в организации крупных спортивных мероприятий. В 2016 году, конечно же, это были дети Азии. 2000 волонтеров, мы задействовали из 23 улусов, города Москвы, Татарстана. Мы к этому сейчас давайте подойдем. Понятно, спортивное и социальное. Да, спортивное и социальное. Николай, снова к вам. Ну, вы сказали уже, вот, в строе отрядах, например, или вот по другим направлениям, ребята получают прямо вот специальности, вот, того отряда, того профиля, да, по которому они работают? Только в некоторых направлениях. Допустим, есть работодатели, которые готовы в трудовой книжке прописать то, что вот ребята у нас работали, и, как можно сказать, вручить корочку именно специалисту. Я, допустим, монтер пути 4-го разряда. Я в свое время работал на железной дороге, и мне вот как раз вот корочку дали. А вот по некоторым отрядам, то, ну, по этой части мы отрабатываем, конечно, но все равно не все получают специальности. Ну, вряд ли может быть присвоена медицинская какая-то специальность, мне так кажется, да, то есть для этого все-таки надо учиться. Да, конечно. Помимо того, чтобы быть членом студенческого отряда, да, профессию-то получать, собственно говоря, учеба-то обязательно. Николай, давайте вот что, перед тем, как задам следующий вопрос, посмотрим сюжет один, тоже приготовленный нами специально к этой программе. История студенческих отрядов Якутии берет свое начало с 1967 года. В 70-е и 80-е годы республика была крупной площадкой для всесоюзных студенческих отрядов со всего Союза. За этот период школу студенческих строительных отрядов прошли более 150 тысяч молодых граждан. Возрождая добрую традицию отцов, в 2001 году бойцы современных студенческих отрядов внесли огромную лепту в ликвидацию последствий наводнения на реке Лена и восстановлении города Ленска. Этот вклад стал основой для возрождения студенческих отрядов Якутии в 21 веке. В 2004 году по инициативе лидеров молодежи было создано общественное движение «Молодежные студенческие отряды республики Саха-Якутия», которое в 2007 году вошло в состав Всероссийского движения, став региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». За эти годы студенческие отряды воспитали тысячи молодых людей, которые сегодня работают во всех отраслях народного хозяйства республики. Николай, вот воспитали тысячи молодых людей, сегодня они работают во всех отраслях республики. А вы можете назвать на каких масштабных стройках страны последнего времени, второго десятилетия 21 века, работали ребята из студенческих отрядов? Наши ребята работали по строительству олимпийских объектов в Сочи, во время, перед началом Олимпийских игр. И работали, ну каждый год работают по строительству космодрома «Восточный». То есть около уже трех лет туда каждый год наши ребята уезжают и работают. А вот в одном из видеороликов студенческих отрядов такой слоган звучит, я увидел просто, да, «Российские студенческие отряды. Мы объединяем поколения». Вы каким образом их объединяете? Я задавал министру, собственно говоря, вопрос, помнит ли он то время советских студенческих отрядов и какова ситуация с нынешним, похожи ли они в чем-то, не похожи. Но объединение, на ваш взгляд, происходит вот этих поколений, ребят, которые тогда и ребят, которые сейчас? Да, конечно, потому что все-таки наше движение – это дети Советского Союза. То есть у нас, начиная от значков наших вселенных, заканчивая парадной формой, идеологией, ничего не изменилось. То есть с 67-го года по 16-й год бойцы студенческих отрядов остаются бойцами честности и трудолюбия. Ну, немножко как-то паузно. Мне очень слоган нравится российских студенческих отрядов. Он такой краткий и емкий, как и должен быть слоган. «Труд – крут». Да, труд – крут. Здорово же. А, кстати, у них это речевка, да? Да, речевка. У ребят. Анастасия, давайте к вам. Давайте тоже перед тем, как продолжим разговор, посмотрим ролик, посвященный волонтерству. Субтитры создавал DimaTorzok yakutsk2016.ru Ну, понятное дело, что ролик прошлого года «Дети Азии». Приходите к нам, зарекомендовать себе необходимое и проявить себя. Давайте я вас вот о чем спрошу. Планы на этот год? Ну, тогда «Дети Азии». Понятно. Да, планы на 2017 год, их, конечно же, море. Это море социальных проектов, программ, организации, да? И, конечно же, от нашего региона должны поехать 40 волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоится в городе Сочи. Также сейчас уже, вот в 2017 году, совсем недавно, в конце января у нас ребята, 5 волонтеров, поехали на 28-й Всемирный универсиаду, которая состоялась, ну, практически уже заканчивается в Казахстане. Ребята там работают по разным направлениям, у них уже куча друзей, море эмоций ярких, ну, они непосредственно являются организаторами этого мероприятия. Конечно же, у нас есть образовательные мероприятия в этом году, которые направлены на просвещение волонтерской деятельности, на ее популяризацию. Это выезды, конечно же, в муниципальное образование республики. Наверное, Афанасий Семенович говорил, что был подписан совместный приказ с Министерством образования. Еще существующим тогда, в 2016 году, с Министерством профессионального образования. Именно о развитии волонтерского движения в учебных заведениях профессионального образования и также в общеобразовательных организациях, то есть в школах. Непосредственно, конечно же, работа будет вестись именно в этом русле. И также наш центр непосредственно активное участие принимает в разработке именно законопроекта, его вот именно внесения. Конечно же, инициатором является Министерство молодежи. Понятно, понятно. Возможность проявить и зарекомендовать себя. Ну, проявить понятно. А вот зарекомендовать для того, чтобы снова прийти волонтером куда-то? Ну, зарекомендовать себя именно, скорее всего, показать, на что ты способен. Потому что, когда ты организовываешь какие-либо крупные мероприятия, будет не только спортивный. А замечается организаторский талант волонтера? Конечно. Это и есть орговики, которые непосредственно организовывают мероприятия, решают очень мобильно какие-то оперативные задачи. Потому что, ну, уже многие говорят, что волонтеры не помогают в организации мероприятий, а непосредственно являются организаторами. 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 Понятно. Николай, 50 лет якутским студенческим отрядам. Что в планах на этот год? Во-первых, мы должны выпущить книгу, посвященную истории студенческих отрядов, 1967 по 2016 год. А в данное время мы собираем воспоминания у ветеранов. Материалы. Да, материалы. Также мы должны, конечно же, провести одно из самых масштабных молодежных мероприятий. Это Всероссийский суд студенческих отрядов у нас в Якутии. Да. То есть в октябре, 27 по 30 числа, к нам со всей России приедут самые лучшие представители студенческих отрядов. Это лучшие командиры, лучшие комиссары, лучшие вожатые, лучшие ветераны нашего движения. В это же время мы должны воздвигнуть, открыть памятник, посвящен студенческим отрядам на территории Северо-Сочного федерального университета. Понятно. Давайте будем уже так, близко к завершению. Так, спрошу, на молодежном сленге, что круче, дух строя отряда или дух волонтерства? Ну, оба, они сильны и развиваются. Ну, а в чем, собственно говоря, проявляется этот дух? Дух волонтерства, он, конечно же, заключается в созидании, да, помощи ближнему, именно в доброте. Чтобы наше именно подрастающее поколение, оно, они были патриотами, да, потому что патриотизм и добровольчество, они непосредственно очень сильно связаны. Давайте Николаю тоже предоставим возможность. Дух строя отряда, студенческих отрядов. Да, у нас, прежде всего, это студенческое братство. То есть, те ребята, с которыми я работал в свое время, с которыми вот сейчас работаю в штабе, с ними я вот думаю, что пройду свою жизнь. Это плечо. Да, это плечо. Николай, Анастасия, спасибо вам огромное. Переходим к второй части нашей программы. Год экологии, тамторское месторождение и все с этим связано. Не переключайтесь. Продолжаем эфир программы «Считаю важным». Год экологии в Российской Федерации. Но, как я и говорил в начале программы, не просто поговорим об экологии не в общем, а об экологии, разработке и логистике тамторского месторождения редкоземельных металлов. Мифы и реальность. Я представляю гостей этой половины программы. Министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Андрей Анатольевич Панов. Андрей Анатольевич, приветствую вас. Лена Семеновна Волкова, директор ГБУ Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга Министерства охраны природы Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Добрый вечер. Владислав Егорович Ушницкий, главный специалист по радиационной безопасности Министерства охраны природы Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Владислав. Очень приятно. Александр Викторович Петров, главный геолог ОООО «Восток инжиниринг». Компания «Медропользователь». Иван Иванович Шамайев, депутат в государственном собрании Нилтумен, Республика Саха-Якутия. Все правильно. Андрей Анатольевич, с вас начнем, пожалуй. Вот смотрите, агентство ЕСЯ проследило недавно, какие темы больше всего волновали жители республики в разные годы. Исследования показали, в частности, вот я заметил, обратил внимание, рост интереса к вопросам промышленности. Наверное, не случайно. А вопрос мой в следующем. Какое значение имеет разработка и добыча последующая на Томторском месторождении редкоземельных металлов? Вообще, значение, собственно говоря, редкой земли, редкоземельных элементов для нас. Ну, учитывая, что редкоземельные элементы у нас активно используются в той же промышленности, в развитии космических технологий, в развитии вооружения и так далее, и так далее. Ну, в электронике, в частности, в особенности. Ну, в принципе, у каждого, наверное, есть телефон, где используются редкоземельные металлы, телевизор и так далее, и так далее. Это то, что нас окружает. И развитие, конечно, этого сектора очень важно, в том числе для Российской Федерации. А у нас, на территории Российской Федерации, редкоземельные металлы пока не добываются. Поэтому вот это месторождение, оно является достаточно уникальным и стратегическим для Российской Федерации. Его освоение, конечно, очень важно и нужно, в том числе для безопасности России. Потому что сегодня мы, используемые вот эти редкие земли, мы завозим из запредельной территории, да, с Китая, в частности. 90% рынка сейчас Китая, да? И нам необходимо все-таки иметь свои объемы, свои, значит, редкие металлы для развития своей промышленности. Ну, то есть это и стратегическая, и потом это, наверное, выгода прямая, собственно говоря, республике, да? Ну, конечно, деньги останутся в Российской Федерации. А можно о каких-то сумках говорить? Нет, пока, не стоит. Сегодня не стоит, как бы, создать сумму. А мы обозначим просто тогда, что сейчас-то Тамтор, добычка начнется с 2020 года только, да? Сейчас это разработка. Нет, сейчас геологоразведочные работы закончились, буровые, идут камеральные работы, то есть интерпретация, да, полученных данных. И в дальнейшем, значит, планируется разработка проекта, месторождение и освоение. В отношении Тамторского месторождения все время слышится слово, ну, химический линир, необий. В основном там его залежи? Ну, в том числе, да, необий и редких земель, да. И редких земель, понятно. Давайте проиллюстрируем наш разговор неким, там, одним видеорядом. Вот химическая, периодическая таблица Неделеева, необий, пожалуйста. Спрошу вас, Александр, как главного геолога, какие редкоземельные металлы залегают в Тамторском месторождении? Ну, редкоземельных металлов 14, и вообще весь спектр представлен в рудах Тамторского месторождения, хотя, конечно, мы, если более тонко скажем, то это целевая группа в первую очередь. И это такие важнейшие именно в последние годы элементы, как неодим и празиодим, имеющие очень большую ценность, используемые для производства магнитов, для электромоторов, которые, в общем-то, сделали революцию. Александр, перейдем к первому мифу. Необий радиоактивен? Нет, конечно. Конечно, нет, это однозначно просто нет. Это удивительный элемент, который не становится радиоактивным даже в результате нейтронного облучения, из-за чего он используется в производстве высокочистых нюбекорпусов, мобильных ядерных реакторов на подводных лодках, ледоколах и так далее. В медицине используются, в принципе, хирургических нити, которые в тело человека просто, простите, вживляются и был бы радиоактивен, наверное. Нет, это само собой. Другое свойство, он химически инертен, и поэтому, в общем-то, хорошо взаимодействует с кожей, вживляет. Ну, масса положительных свойств. Масса положительных свойств. Перейдем непосредственно к тамторскому месторождению. Вот что вызывает наибольшую ажитацию, собственно говоря, вот что вызывает наибольшие споры, разговоры и так далее. Содержатся в том числе и радиоактивные элементы. 0,13, 13 сотых тория, 1,5 десятых, и 5, если я не ошибаюсь, тысячных урана. Это что? Это много или мало? Ну, к сожалению, в Тантал-Ниобевых и редкоземельных месторождениях всегда присутствуют ураны тории, потому что минералы переменного состава, они вот содержат это. По урану содержания ничтожны. Они не характерно малы по отношению к другим аналогичным месторождениям не обе редких земель. Можно с чем-то сравнить? Ну, например, есть у нас в Забайкале месторождение, там Лук-Танзек, Зашихинское. Там речь идет о десятых сотых долях, а у нас пять тысячных. Это все-таки в сто раз меньше. По торию содержание, ну, так скажем, хорошее. Полторы десятки – это не маленькие содержания для тории, это уже ощутимые содержания. Все уже в курсе, собственно говоря, этой темы, разговоры всякие ведутся. Что такое четвертый класс опасности? Ну, нормативы промышленные по использованию природного сырья разработали систему классификации в зависимости от концентрации радионуклидов. Ну, имеется в виду, в первую очередь, тройка природных наиболее распространенных – это уран, торий и калий. Засчитывается. По, соответственно, содержанию, приведенному к эффекту радиоактивности урана, они разделены на классы. Самый не радиоактивный, первый, его использовать можно в жилом строительстве, скажем, в Татарой. Можно использовать класс даже как щебень на дорогах, вне городов. Вот третий и четвертый – это считаются классы более опасные. Ну, хотя третий класс даже в старых документах считался условно безопасным. Ну, вот у нас четвертый класс преобладает, да. Просто потому, что там присутствует... Ну, это как некая опасность создать загрязнение опасное. Понятно. А при этом первый класс транспортировки вот этих руд, этой руды. А это уже немножко другое, потому что уже транспортировка, она нормируется по показателям радиоактивного излучения, которые на поверхности транспортного контейнера и упаковки. Это вот те самые микроэнгены, микрозиверты, о которых мы говорим. Они, конечно, связаны с классом опасности четвертым или там первым, вторым, но не напрямую. Потому что в классе опасности суммируются три элемента, а у них радиоактивный выход разный. Хорошо. Понятно. Более-менее понятно. Владислав, к вам вопрос. Какие требования предъявляются к транспортировке вот таких вот грузов? В соответствии с санитарными правилами радиационной безопасности персонала и населения при транспортировке радиоактивных веществ, материалы, удельная эффективная активность которых меньше 10 беккерель на грамм, они перевозятся всеми видами транспорта и не являются в радиационном отношении опасными. При этом уровни гамма-излучения не должны превышать 2,5 микрозиверта. Если уровни излучения больше 1 микрозиверта, то такие материалы должны перевозиться в тарь производства технического назначения, который исключает их рассеивание в окружающую среду. Понятно. Вернусь к вам, Александр. Так вот буду сейчас. Восток инжиниринг. Как недропользователь и как, собственно говоря, перевозчик. Да. Логистика, даже не логистика, перевалка. На перевалке планируется что-то делать? Выгружать? Я, может быть, на уровне первого класса спрашивают, задаю вопрос. Но, тем не менее, выгружать из контейнера не планируется ничего? Нет. Считается, что все-таки мы затарим руду на месторождении, уже в эти емкости, которые сертифицированы, или которые будут удовлетворять требованиям, ну, не будут требовать сертификаты. Это будет зависеть от вот этих, от этого уровня в 10 килобекерелей. Там есть такая тонкая разница. Вот. И все. И дальше они уже начинают свой путь с месторождения до Краснокаменска. Предварительно. Понятно. Герметичный. То есть это все... Герметичный. Если больше 10 килобекерелей опломбированный, учтенный, записанный в журнале, там режим. Для вот этих вот... Иван Иванович, к вам перейду. Когда было собрание 31-го, вот то нашумевшее, 31 января, если я не ошибаюсь, этого года, голос вот этой логики, здравого смысла, что не будут выгружаться из контейнеров вот эти вот, собственно говоря, опасные элементы, ну, это руда, собственно говоря, это звучало там вообще? Ну, давайте там, как это было, да? Значит, было объявление, что 31-го, значит, 10 утра будет, значит, приедут специалисты в Востоке инжиниринга и будет встреча с этими сельскими жителями, так? Ну, так как... Вот давайте посмотрим на иллюстрацию, что это было. А вы прокомментируйте, то есть у нас это все нам понятно. Ну, да. Значит, в сельской местности там специалистов по микрорентгенам мало, в общем-то, да? Вот. Если есть, их может быть и на месте не быть. Ну, и вообще, это здесь много проблем, так, связанных с этим, с информацией и так далее. А вот мы, собственно, для этого и... Да, защитой, да. И поэтому мы, вот, общественники, выехали туда, не будучи специалистами, так? Но вот 5 или 6 специалистов в Востоке инжиниринга, они не явились, так? И нам объяснили, что из администрации объяснили, что мы не готовы к такому формату, значит, собрания, и что мы хотели бы, чтобы было немного народу. Там действительно пришло все село. Естественно, вот, когда получается такая ситуация, да, люди собираются, а вот те, которые хотят делать, возить и так далее, не появляются, естественно. Я должен предоставить слово... А может быть, вас предупреждали, Андрей Анатольевич, о том, что должно было быть такое собрание? Мы немножко сейчас об этом поговорим, мы не будем больше. На самом деле, официального приглашения не было, но у меня была информация, что в ближайшее время планируется такая встреча. Но и перед этой встречей я планировал встречу с генеральным директором. Но генеральный директор не приехал, он сломал ногу, поэтому мы эту встречу отменили. И насколько у меня информация, ее отменили еще за сутки. И заранее предупреждали, по-моему, да, Александр? До того, как люди как бы собрались. Очень странно, почему как бы людей предупредили за сутки, но тем не менее это все состоялось. Зачем тогда собирали этих людей, знаешь... Я обещаю. Сейчас мы продолжим, у нас сейчас реклама просто будет, мы вынуждены прерваться. Лена Семеновна, мы начнем следующий блок с вас, с вопроса к нам. К вам уходим на рекламу. Вновь с вами в эфире на главном телеканале Якутии программы «Считаю важным». Говорим в завершающей части нашей программы об экологии разработок и логистики Тамтурского месторождения редкоземельных металлов. О мифах и реальности, в общем, которые окружают эту тему, ну, в год экологии, объявленным таковым в Российской Федерации. Лена Семеновна, в прошлом году информационно-аналитический центр экологического мониторинга Минприроды, который вы возглавляете, проводил оценку фонового состояния в Хангаласском районе. Что важно, в том числе и в поселке Качикаце. А фоновое состояние что показало? Вот, собственно говоря, вот этот вот превентивный, что ли, да, мониторинг, он что показал? Все чисто, все нормально. Наверное, в прошлом году, по обращению главы Качикацев, мы проводили исследования экологические на территории самих Качикацев. И поселок Дорожный, и поселок Косыл-Юрях, который неподалеку находится. Жалоба была, конечно же, на то, что транспортный узел, большая запыленность. Исследования проводились в конце апреля месяца, снеговой покров исследовали. Ну и, по большому счету, мы зафиксировали то исходное состояние. Действительно, загрязнение идет локальное, оно имеется, поскольку там автодорога такая достаточно оживленная у нас, да. То есть повышенные концентрации фенолов, нефтепродукты, полевая нагрузка, это все зафиксировано. С одной стороны, это очень хорошо, поскольку на сегодня мы имеем ту самую исходную составляющую, да, которая в дальнейшем нам позволит проводить качественный мониторинг всех тех возможных изменений, которые могут происходить в дальнейшем. Безусловно. Вернемся к 31 января, да, сего года, Иван Иванович. Стоило ли проводить собрание без, собственно говоря, приезда представителей у Восток Инжиниринг, разработчика, недропользователя, добытчика, доставщика и так далее? Нет, ну, давайте я сразу... Или это инерционная такая составляющая? Чтобы не подставлять, значит, районное руководство улусное, да, я сразу скажу, что улусное руководство предупредило, что, значит, вот отказались. Отказались, отказались по той причине, что вот, значит, формат их не устраивает, что вот они бы хотели встретиться, чтобы было немного народу. И, значит, ну, мы же люди, как говорится, бывалые и ко всему готовые, поэтому мы выехали. На баррикаде. Да, а как же так? Вот. Имеем же мы право, так сказать... Нет, это мы обобщим, что без общественности, безусловно, никак. Молодец, хорошо. И вот, значит, мы выехали, и глава наследа вынуждена была все-таки собрать народ. Ну, не то, что собрать, там уже известие пошло по WhatsApp и так далее, и целый клуб уже, значит, заполнен. Ну, пришли люди. Пришли люди. И, значит, обсуждали, ну, я не скрою, я предлагал, давайте, значит, надо создавать некий совет. Нет, люди просто, ну, не все же знают, что такое микрорентген, беккерель, там класс, там материалы, значит, как это возить, как это затаривать, так. В общем, я думаю, что если бы даже пришли вот товарищи из Востока инжиниринга, да, если бы они вот в первый раз рассказали бы, то это была бы просто первая встреча. Ну, вы же не первый раз там, там уже транспортная схема подписана, если не ошибаюсь, и планируется рабочая встреча, да? Нет, 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 встречи с общественностью никогда не было. Но она будет? Планируется? Обязательно, так же, как мы это делали в Оленьке, нас тоже, я не присутствовал на первых двух встречах, но по рассказам это были очень такие люди, встречавшие в штыки, но уже в процессе общения все-таки удается донести людям ту реальность, и где опасность, где не опасность, где мифы. Вот, и где микрозиверты нормальные, а где они, собственно, превышаются, понятно, фото. Андрей Анатольевич, я был на этих встречах в Оленевском районе, в том числе. В прошлом году это было? В прошлом, позапрошлом году мы несколько ряд встреч провели, несколько именно вот специалисты выехали и ответили на все вопросы, волнующие население. Конечно, в первую очередь у населения было что обсудить, и, конечно, не сразу во все поверили. Для этого в дальнейшем были организованы группы по общественности, которые отвечают за это направление. Мы будем следить за деятельностью этих товарищей. Снабдили дозиметрами и вывезли на месторождение. Они с дозиметрами обошли месторождение, посмотрели, как работает. Убедились. Убедились, как хранится, какая технология и так далее. Замерили и поняли, что никакой опасности для них это не представляет. В том числе были размещены табло определенное, где показывает определенный уровень фона на сегодня, на сейчас. И в Желинье, и в Оленке, и там на месторождении. То есть люди в режиме реального времени понимают, что где происходит и как, и насколько действительно это много или мало им все это рассказали. Ну, это профессионалы должны делать, собственно говоря. Таких вещей готовятся, насколько я понимаю. Да, удивительно, когда специалисты не приехали и, зная это, все равно собрались и не получив ответа на вопросы, провели совещание. Ну, хорошо, а давайте сейчас послушаем, очень много хочется успеть, мало времени. Давайте сейчас посмотрим один видеосюжет. В 2016 году, в прошлом году, в ноябре, тоже мы ездили в этом торм. И там тоже мы измерили, но там уже был построен склад, в котором хранили этот керн в ящиках тоже. И мы прошли через этот склад, измерили фон, который составлял где-то около 30-50, ну, 35-50 микрорентген в час, что тоже является безопасным. Ну, и также мы измеряли фон, который показывал, когда проезжали машины, автомашины с этим керном, да. И два раза мы измеряли, там фон показывал около 50-70 микрорентген. Пока еще рано беспокоиться, ну, я не знаю, как будет в будущем. Пока еще не сна схема перевозки, вот этого уже будет не самого керна, да, а всего вот, всей руды. Как она будет уже уложена, она, наверное, не в ящиках будет уложена, она, наверное, уже по-другому будет добываться. Ну, все понятно, общественность информирована в Ленекском районе, это точно совершенно. Лена Семеновна, вопрос к вам. Вот Восток Инжиниринг, компания, привлекает НИИ прикладной экологии Севера, СВФУ для проведения экологического мониторинга. Ваш центр, собственно говоря, проводит независимое исследование для надзорных органов, выдает свои экспертные заключения, соответственно, да, что выявляют в вашей разработке, и мы проиллюстрируем сейчас, собственно говоря, на нескольких слайдах из отчета НИИ от проблем экологии Севера. Ну, вот то, что делает НИИ прикладной экологии Севера, это совершенно правильно. Медропользователь, это его обязанность, он обязан привлекать специализированные учреждения и проводить производственный экологический контроль, то есть проводить постоянное наблюдение. То, чем занимается наш центр, в 2014 году, еще до того, как была получена лицензия на Тамтурское месторождение на участок Буранной, была разработана программа фонового экологического мониторинга, и в 2014 году это впервые было с участием представителей Анабаровского района. Вот давайте покажем слайд, с вашего позволения, слайд девятый, девятый слайд, он у нас там по цифре такой идет. Вот 2014 год, вот ситуация в этом превентивном исследовании на Буранном, Тамтурского месторождения. И десятый слайд, пожалуйста, вот сразу. Это 2015 год. Собственно говоря, вот то, что написано в отчете, диапазон вариации мощности, эквивалентные дозы внешнего гамма-излучения от поверхности грунта в контрольных точках на территории Бураново является типичным для значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории Республики Саха-Якутия. Давайте переведем на русский язык. То есть это типично для Республики. Для Республики Саха-Якутия у нас средний республиканский фон это 11 микрорентген в час. То, что было зафиксировано в 2014 году, у нас на территории участка Буранной было порядка 12, около скважин 20 микрорентген в час. В 2015 году ситуация была примерно такая же. В 2016 году около кернохранилища. Если в 2015 году было 20, то в 2016 году понятно, что уже как бы и запасы увеличились. Увеличились, там накоплена была вот эта вот обработанная руда. Около кернохранилища мы фиксировали на уровне 40 микрорентген в час. То есть все в пределах допустимого. При том, что я хочу спросить у Александра. Наши нормы, наши ГОСТы, я это точно знаю, они гораздо жестче европейских, канадских по хранению, по добыче? У нас были свои нормы. Мы их синхронизировали с МАГАТЭ, но по уровням максимальным есть различия. Мы жестче, вот скажем, отправляя руду в Канаду, нам лаборатории говорили, но никак не больше 70 килобекерелей. У нас на Томторе даже, чтобы из 40 выйти, это взять какие-то самые богатые линзы. Ну, а у нас все-таки транспортная категория серьезная, она 30, по-моему, да, там начинается? Спецупаковка какая-то вот нужна. Я не знаю, кто... Транспортная категория первой упаковки на поверхности не должно превышать 5 микрозиверт, так? А на расстоянии 1 метр 1 микрозиверт. Для сравнения, я хотел бы сказать, что на самолете, который летит на высоте 10 километров, уровни гамма-излучения составляют 250 микрорентген в час. Хорошо. Я не знаю, кто первым, ну, я скажу такое слово, бросил, что ли, это сравнение, да, с Чернобылем. Александр, это уместное сравнение вообще, да, вот пункта перевалки и, я не знаю, аварии на Чернобыльской АЭС? Нет, там все-таки произошло загрязнение. Мы же тут говорим, что загрязнение исключено. Загрязнение потом расползается по почве, попадает в растительность, дыхается с пылью. А здесь у нас, да, радиоактивное, но запечатанное в контейнеру, да, это скорее аналогия, когда вы пришли в рентгеновский кабинет, вас померили, вы ушли. И вот когда вы проходите мимо РУДы, там, вплотную, ну, да, у вас там 100 микрентгенов. Хорошо. Компания планирует общественное слушание провести еще раз? Обязательно. Обязательно. Иван Иванович, без общественности, понятное дело, и тот факт, что, собственно говоря, плюс вы еще, собственно говоря, вмешались, это для нас, наверное, гарантия того, что там все будет нормально. На общественное слушание придете? На общественное слушание придете? Ну, я надеюсь, что, если все, так сказать, нужно. Хорошо. Андрей Анатольевич, общественное слушание проводится совершенно в жестком формате, насколько я понимаю. Там свой формат, к ним готовиться надо, так? Конечно. Это не просто прийти на встречу, это люди приходят с цифрами, с фактами, излагают все, собственно говоря. Правильно? Конечно. Когда у предприятий будут все расчеты, они, конечно, все это покажут, расскажут, все эти маршруты, все это объяснят, покажут, значит, все таблицы, сколько положено, сколько можно, сколько нельзя. Я думаю, мы, собственно, раскрыли тему, обобщили ее с вами. Была программа «Считаю важным». Увидимся на следующей неделе. Всего доброго.